Данное мероприятие проходит в рамках недели за равенство и инклюзию. Мы уже проводим очень много времени подобного рода мероприятий, не первый год. И, к сожалению, второй год мы делаем почти все мероприятия онлайн. Для нас это немножко непривычно, мы больше любим встречаться с людьми вживую и что-то обсуждать. Но ситуация, которая сложилась, заставила нас перейти именно в такой режим. Тем не менее, нам очень хотелось поделиться важными темами, которые сегодня можно озвучить. Итак, тема про то, кто такие экстремисты в Беларуси. Действительно, очень много тенденций и очень много вещей сейчас происходит по теме экстремизма. И, наверное, в новостях вы очень много информации слышите. И не всегда понятно, откуда это взялось, почему столько, почему про это немножко говорят. И поскольку, в общем, Константа уже много лет занимается темой экстремизма, мы решили немножко поделиться и рассказать о том, что все-таки подразумевается по терминам экстремисты, насколько это регулируется в международном праве, какие нюансы, особенности в белорусском законодательстве, что, может быть, можно сделать и каких угроз ожидать нам в ближайшее время. Скорее, такой формат лекции для того, чтобы были предупреждены и готовы. Немножко про себя расскажу. Меня зовут Наста Лойка. Я правозащитница из команды Human Constant. Я сама магистрка международного права и права Европейского Союза. И последние больше двух лет я достаточно много занимаюсь темой экстремизма. Это аналитика и все, что происходит с экстремистским законодательством в Беларуси. Мы изучаем практически конкретные кейсы, статистику, пишем регулярные обзоры. То есть это тема, которой я знаю достаточно много. И первоначально мотив того, почему я начала заниматься этой темой, был связан с тем, что я видела отдельные дела, в которых, очевидно, ограничивала свобода выражения мнения. Я знала про тенденции, которые происходят, например, в России, где действительно очень много используется антиэкстремистское законодательство. И была большая угроза и опасность того, что это может произойти в Беларуси. И поэтому решили заниматься этой темой. К сожалению, многие наши опасения реализуются прямо сейчас, а иногда и в таком виде, которое было тяжело представить. И поэтому все более актуальным становится проблема использования антиэкстремистского законодательства. И все больше по этому направлению нам приходится что-то делать. Для того, чтобы начать немножко говорить про экстремизм, я подготовила такой исторический обзор. Потому что я понимаю, что многие люди этот термин услышали буквально в недавнее время, начиная с 2020 года. Я попробую не грузить вас сильно юридической терминологии. Если будет что-то не очень понятно, то, пожалуйста, сигнализируйте. Я сейчас надеюсь, что мой коллега тоже разрешит вам в том числе уже писать комментарии в чат. Надеюсь, что сейчас у нас с этим будет меньше проблем. Ну, в общем-то, про то, когда вообще экстремизм появился в Белоруссии и почему он появился, это отдельный вопрос. Первоначально закон о противодействии экстремизму, то есть первое такое упоминание, что же такое экстремизм, появляется в 2007 году. Причем достаточно долго мы пробовали найти причины, почему закон появился. То есть у нас ничего радикального не случилось. У нас не появились какие-то формирования, там не было каких-то очень резких радикальных действий. То есть он просто взял, откуда-то появился. Лично, по-моему, подозрению, мне кажется, что это тоже была такая общая региональная тенденция, потому что в России до этого не так давно активизировалось использование антиэкстремистского законодательства. И на всякий случай такой закон решили принять у нас, пока не понимая до конца, что с ним делать. И, соответственно, закон появился. Что же происходило дальше? С 2008 года появляются первые экстремистские материалы. То есть согласно закону про действие экстремизму предусматривался, что будет отдельный список этих экстремистских материалов, и каким же образом наши власти стали использовать это законодательство. Как вы видите в презентации, первое же, что было признано экстремистом, это происходила следующая история. Журналист Александр Бураков возвращался из-за границы, и при себе у него были несколько CD-дисков, книг, и на границе таможенники, им показалось достаточно странным, они изъяли эти материалы, отправили на экспертизу. Причем тогда, в 2008 году, это еще не было отдельных экспертных комиссий, ни областных, ни республиканских, про них немножко позже я тоже скажу. Тогда назначали отдельно каких-то экспертов и эксперток, они анализировали материалы, давали свое заключение, и потом таможенные органы передали это в суд. И вот суд города Гродно признал экстремистским, первое же, из чего список начинается, это рок белорусской мовы, и концерт, и данный с Белоруссией, даже написано, видите, в списке, у кого они изъяты, это такая удивительная история, потому что дальше нигде таких отметок не будет, и это именно CDR-диски. То есть первоначально подумали, почему бы не попробовать использовать это законодательство для преследования оппозиционных каких-то тенденций и людей другого мнения. Но хочу отметить, что вот тогда они попробовали в 2008 году, потом, мне кажется, что они подумали, что ну как-то все равно звучит, наверное, не очень убедительно, и вообще не настолько это массово, и такой эффект, наверное, сильно не дает, и на самом деле в таком вот прям оппозиционной или любые материалы, связанные с белорусскими культурными тенденциями, долгий час вообще после этого не использовались. Когда они начнут использоваться, тогда я покажу, да, какие были нюансы, в чем были проблемы. Довольно, что вот наш республиканский список из комиссийских материалов, он начинается именно с таких тенденций. Дальше, следующий слайд. Значит, что происходит в 2011 году? Я так вынесла прям отдельно этот отдел Губопика и закрытия авторадио. Это два события, про которые я хотела немножко рассказать. Вообще, Губопик — это главное управление борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Этот орган в разных видах как бы достаточно долгое время в Беларуси существовал, но его такое новое восстановление из пепла в каком-то смысле можно связать с ролью Николая Корпенкова. Все, наверное, его помнят по недавних событиях, когда он лично кулаком разбивал витрину. Сейчас он заместитель министра внутренних дел. Многие годы, вот как раз в 2011 года, он возглавлял главную правильную борьбу с организованной преступностью и коррупцией. И тогда в Губопике было три основных отдела. Это отдел по трафику организованной преступности, отдел по наркотикам и отдел по экстремизму, который как бы занимался больше каким-то неонацистским или анархическим контентом и больше отслеживали такие вещи. Ну, то есть, в принципе, были не сильно заметны. Их давление чувствовала только отдельная группа людей, которые так либо иначе с ними пересекались. И в этом же году я отметила как закрытие авторадио. Это все связано с событием 2010 года. Если кто-то помнит, перед выборами 2010 года президентскими было таких полтора года условной либерализации, когда очень многие вещи можно было делать. И тогда была достаточно широкая президентская кампания. Было 10 кандидатов в президенты. И по двум из них авторадио тогда было достаточно популярное. Они разрешили выступление этих кандидатов на этом радио. И уже после выборов в начале 2019 года авторадио закрыли с формулировкой, что они разместили экстремистский контент, потому что в этих своих выступлениях эти кандидаты приглашали людей выйти на площадь вечером 19 декабря 2010 года. И там прямо изучалось, что это были экстремистские лозунги. И это стало основанием для закрытия авторадио. Сейчас через 10 лет авторадио вернулось в другом формате. Но вот тогда они были закрыты именно из-за этого. Следующая очень важная дата, с которой как раз правозащитные организации наверное стали обращать внимание на термин «экстремизм». Это стал «Беларусь пресс-фот» 2011 буклет. Это конкурс, который журналистское фотосообщество проводило каждый год. Они приглашали фото-журналистов присылать свои материалы. И потом самые лучшие работы по разным категориям отмечали и формировали в такой пресс-фото отдельный красивый буклет, который издавался каждый год. Вы, наверное, знаете, что есть волт-пресс-фото, который делает красивые выставки. В том числе они проводятся и в Беларуси. И это вот было такое локальное пресс-фото. И в 2011, после 2011 года, если не ошибаюсь, еще в 2012 году на границе тоже конфисковали часть, несколько книжек «Беларусь пресс-фото», отдали их на экспертизу. И суд Ашмянского района в 2013 году признал его экстремистскими материалами. То есть это такое возвращение к использованию, наверное, яркому всему, что не нравится государству именно с такой альтернативной точки зрения. Опять стали называть экстремизмом. Следующий — это 2016 год. То, что сильно запомнилось, я тут немножко пропустила. Еще, например, в 2014 году появляются экспертные комиссии, которые имеют более регулярный состав, деятельность которых уже регламентирована. То есть закон появился в 2007 году, список эксплуатации формировали с 2008-го, а экспертные комиссии, которые рассматривают, появляются только в 2014 году. Это так, как общие, наверное, тенденции, что было особенного. В таком 2016 году был очень важный суд, который правозащитные организации сильно стал... Для них это был новый вызов. Это был суд над блогером Эдуардом Пальчесом. К сожалению, опять сейчас политзаключенный. В таком 2016 году за его блог в 1863 завели уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса «Рождение рожды или розни». Его судили тогда, его отправили на, так называемую, домашнюю химию, на ограничение свободы на дому. И какое-то время он провел под стражей. Причем это была история, когда его дело завели, потом савели его в России, передавали в Белоруссию. Вот он собирался под стражей. Адвокатка Анна Бахтина, которая его защищала, сейчас тоже лишена лицензии уже более года. Ну, в общем-то, это тоже такая история, с которой пришлось впервые, наверное, правозащитному сообществу комплексно работать с темой разжигания вражды или розни. И следом за этим делом было дело Регнума, которое тоже было немножко сложным для правозащитного сообщества, потому что Регнум — это журнал, который постил, очевидно, очень сильно антибелорусские и пророссийские тексты, в основном исторического контекста. И понятно, что то, что там писалось многим людям, очень не нравилось по содержанию, но, тем не менее, мы подходили с профессиональной точки зрения, оценивали, насколько возможны преследования за свободу их высказанного в уголовном контексте. Их очень долго держали под стражей. Мне кажется, что больше года прошло до их суда, потом их осудили, дали им условные сроки. Но вот это дело было достаточно такое бурное, тоже вызвало много обсуждений в правозащитном сообществе. Не все были готовы, скажем, защищать их просто из-за их позиции, но многие действительно принципиально отстаивали вот эту позицию, что мы должны гарантировать свободу слова даже тем, кто нам не нравится до того момента, пока нету прямого прожигания вражды. Ну вот здесь я такое написал немножко про эти восстановления, как бы я губопик, потому что мне кажется, что за многими делами, даже вот тут на этом слайде, стояло все-таки КГБ. А губопик тогда играл не такую большую роль, то есть они больше лоббировали свое пространство, связанное с наркотиками, потому что, как известно, они именно выступали теми, кто лоббировал ужесточение законодательства наркотическое, а именно вот такие экстремистские дела, они были в меньшей степени их. Но все меняется достаточно быстро, то есть в 2020 году я обозначил, как победил губопик, начинается очень сильное расширение практики, ну, причем в каком масштабе, может быть, немножко позже тоже расскажу. И мы ожидаем уже в этом году изменения в закон. Про изменения в закон сегодня, может быть, видели новость про то, что Генеральная прокуратура уже как будто бы озвучила подготовленный проект закона. До этого был слит черновой вариант проекта закона через телеграм-каналы, и мы анализировали вот этот слитый вариант проекта закона. У нас на САИС есть отдельный обзор, который расписывает, что именно предлагают изменить. Ну, как спойлер, могу сказать, что все станет очень плохо, наверное, еще хуже, чем в России по многих аспектах. И, конечно, нам очень нравятся эти изменения, как и, в принципе, тот актуальный закон, это практика, которая есть уже сейчас. Это такой немножко исторический аспект. Да, я вижу, что чат уже работает. Если у вас будут какие-нибудь вопросы, можете их формировать. Надеемся, что нам никто сейчас мешать не будет. Отлично. Значит, следующий слайд, который я хотела вам показать, это немножко ввести в такое общее поле про то, что такое экстремизм по международному праву, чтобы тоже понимали вообще, про что мы разговариваем. Потому что, ну, во-первых, почему мы сразу говорим про международное право? Потому что это сам по себе очень спорный тезис. И вообще, чтобы понимать, можем ли мы каким-то образом общаться и с чем-то соизмерять. Вот экстремизм Беларуси и экстремизм в другой стране, экстремизм на международном уровне, это вообще про одно и то же или не про одно и то же. Ну и плюс, поскольку я больше специализируюсь по правам человека, то многие вещи мы соразмеряем с международными стандартами в сфере прав человека. И поэтому для нас это очень важная часть. Так вот, проблемность в том, что вообще в международном уровне нет понятия экстремизма, нет понятия терроризма, нет понятия языка вражды. И каждый раз, когда мы начинаем говорить про эти термины, мы скорее говорим про соразмерность ограничения тех либо иных прав, которые регламентируются и которые защищаются. Про это тоже немножко ниже скажу. Но вообще иногда в резолюциях включается термин насильственный экстремизм. Это то, что имеется в виду прямо, когда призывают кого-то убивать, там, очень резкие, радикальные, кого-то называют недолюзьми. То есть это правда очень резкие высказывания. Так вот, понятно, что, когда будем сравнивать с белорусским законодательством, у нас не идет разговор про насильственный экстремизм. То есть у нас под словом экстремизм гораздо более широкие вещи понимаются. И про это мы попробуем как раз рассказать и поделиться. Так вот, если у нас нет термин экстремизм, терроризм, языка вражды и других вещей, которые нам помогли, что же нам делать? Мы идем по такому пути, что вообще есть право на свободу выражения мнения, в котором скоплено, кстати, 19-й всеобщей операции прав человека, международным фактором и политических правах. Все эти нормы напрямую распространяются на территории Беларуси. Мы это все расцифицировали, подписали, присоединились. И, по идее, мы должны это все исполнять. И нам есть на что ссылаться. Но вот дальше есть, пишу про то, что это право не абсолютное. Что это означает? Да, есть права, которые государство не может ограничивать никогда ни при каких условиях. К сожалению, право на свободу выражения мнения, оно не абсолютное. Это значит, что при каких-то условиях оно все-таки может быть ограничено. И прямо в Народном пакте о гражданских политических правах, прямо в этой статье 19, даже прописываются условия в общих чертах, когда высказанное мнение может ограничиваться. И когда это не будет нарушением прав человека. Но понятно, что все равно это достаточно общей формировки. И это не совсем достаточно для того, чтобы соразмерять с ту либо иную ситуацию и понимать, можно тут ограничиться право или нельзя. Потому что мы понимаем, что под термином экстремизм, к сожалению, многие страны все-таки это право ограничивают. Вот я чуть дальше скажу. Но есть более четкие документы, которые нам очень сильно помогают в нашей работе с темой экстремизма. Я вот здесь быстренько перечисляю эти документы. Кому интересно более подробно посмотреть. Во-первых, у нас есть вебинарные 4 часа по этой теме. И во-вторых, есть ссылки на все эти документы. Я потом тоже презентация про это все покажу. Так вот, есть иконгурские принципы национальной безопасности, свободы, рожжение мнения, доступ к информации. Есть рабатский план действия по запрету пропаганды национальной расовой и дознанной ненависти, представляющей собой постигательство, дискриминации, враждей, насилию. Есть каменские принципы свободы, рожжение мнения, неравенство. Есть профильные доклады спецдокладчиков и отдельных профильных комитетов, даже и комиссии правого человека. Очень много актов национального уровня, которые мы можем почитать и посмотреть, про что они пишут. И во многих этих документах говорится про то, что не допускается чрезмерное ограничение свободы выражения мнения, только ссылка на защиту национальной безопасности, национальных интересов или государственных интересов, или потому что называют что-то экстремизмом. То есть критикуются часто сами законодательные акты, которые очень широко формулируют все эти термины. То есть, в принципе, в этих прикладах и резолюциях мы можем найти критику многих вещей, которые мы можем тоже пользоваться. Есть отдельные решения Европейского суда прав человека, которых нету против Беларуси, потому что мы не входим в Советы Европы, но, тем не менее, какая-то минимальная практика и тенденция мы на них можем смотреть. Есть мнение комитета прав человека ООН. По данной статье пока нету, но мы ждем реакции, когда именно будет критика использования нашего антиэкстремистского законодательства. Мало шансов, что Беларусь на сегодняшний день исполнит эти мнения, но, тем не менее, что-то хотелось бы услышать. Может быть, еще с международного уровня свежие вещи, которые я хочу рассказать. Это про то, что недавно Беларусь участвовала в процедуре универсально-периодического обзора в Совете правом человека ООН. И там Беларусь раз в четыре года рассказывает, как у нас ситуация в праве человека. Есть возможность подавать альтернативные доклады правозащитных организаций. Мы активно обычно этим пользуемся. И по результатам многие государства читают представители-представительцы государств, читают доклад государства, доклады неправительственных организаций и вырабатывают определенные рекомендации в сфере прав человека для государств. Так вот, в этот раз, что для меня было интересно, Мексика порекомендовала Беларуси пересмотреть в том числе законы противодействия экстремизма, как тот, который сильно ограничивает свободу выражения мнения. То есть у нас есть рекомендации от Мексики, которые считают, что наш закон не совсем соответствует тем этим международным стандартам. Ну и так, либо иначе, очень многие государства так говорят про чрезмерное ограничение свободы выражения мнений в Беларуси. Вы тоже, наверное, слышали новости про рейтинг Freedom House, где Беларусь достаточно мало, достаточно низкие позиции занимает, и где, ну то есть мы, к сожалению, не можем похвастаться в хорошем уровне в сфере прав человека, в принципе. И следующий слайд, который мы хотела вам показать, это как раз перейти уже к нашей практике, это про то, что государство обученывает экстремизмом. Ну, у меня есть основной тезис, того, что я знаю, из того, что я изучала и смотрела. То есть, да, там, например, наше правительство любит часто ссылаться, что и во Франции есть экстремизмом, называют, и в Германии, там, и в Польше, и в других странах. То есть, к сожалению, да, есть такие общие мировые тенденции, когда этим словом называют разные группы, которые государству просто не нравится, за ними ставится дополнительная слежка. То есть есть очень много существенных ограничений, которые не совсем должны иметь место, которые мы, как правозащитная организация, можем критиковать, в том числе и там. Ну и вот у меня сложилось такое мнение, что государство обычно называет экстремизмом то, что им не нравится, то, что им идейно, в целом не соответствует. Обычно это не нацистские или анархические идеи. Ну, как бы не нацистские, понятно, потому что они, в принципе, противоречат демократическим устойам общества, говоря про привилея одной какой-то группы людей над другими. Анархические идеи государству не нравятся, потому что они предлагают другое устройство общества, где этому государству не будет места. То есть понятно, что именно из-за этого в первую очередь государство их переследует. И, ну, при этом, те документы международные, которые я вспоминала, как раз там есть много обязанностей государства по недопущению разжигания вражды или розни дискриминационных тенденций как раз противодействовать неонацистским каким-то проявлениям в радикальном виде. Это обязанность государства. Поэтому здесь как бы еще можно понять, но вопрос, как государство это называет, насколько сильно влазит, насколько сильно ограничивается водовысказывание или реагирует ровно там, где это надо. То есть другая история между аналогическими идеями там как бы часто преследуется просто потому, что как бы не нравится. Ну вот про, я написала, что широкое распространение в России, то есть просто соседних стран немножко проще смотреть, что происходит. Там, естественно, практика очень большая. Там были сотни уголовных дел за посты, репосты, все что угодно, где люди высказывали мнение. Причем там тоже есть свой список экстремистских материалов очень смешной. Там есть там файл 1.doc, и если вот у вас найдут файл 1.doc, то это уже экстремистские материалы используете. Сейчас там часть вот этого законодательства, одну статью после решения Европейского суда прям человека декриминализировали, но все равно вал административных дел за репосты очень большой. То есть по сути формат преследования остался, просто может быть не в такой радикальной форме. То есть целом то, что происходит в России в этой сфере, оно достаточно негативное. И вот следующий пункт, про который я хотела быстро сказать, про такие негативные тенденции региональные. Есть такая шанхайская организация сотрудничества. Для меня это очень страшная организация. Вот ШОС, когда говорят, белорусское сообщество, немножко другая ассоциация. Вот у меня сильно остается шанхайская организация сотрудничества. Меня правда очень пугает эта организация. По моему личному впечатлению, это такая попытка Китая сделать свою альтернативную модель, своих альтернативных правил, которые регулируют в том числе что-то связанное с правами человека, то есть в сторону их сильных ограничений. Так вот в шанхайской организации сотрудничества, где, например, Россия, Казахстан, Китай, там еще ряд государства, они члены этой организации. Беларусь там пока имеет наблюдательный статус, но в том числе они там сейчас предусматривают создание общего списка экстремистских материалов. Можно себе представить, это достаточно разные страны, но, например, если Китай преследует мусульманство почти в любом виде и вообще как катастрофическая достаточно страна, они очень много преследуют людей любых религиозных взглядов, и то, что они могут принять экстремизм, может исправиться на какой-нибудь Казахстан, который совсем другого культурной традиции, но я говорю про Россию, например, про весь этот регион. То есть такие достаточно неприятные, опасные тенденции. По сути, это тоже будет международное соглашение, с ним будет очень тяжело противостоять, и вот я немножко боюсь, что Беларусь может более активно участвовать в ШОС, и это сильно угрожает тому, что еще более ужесточится все, что связано с подходом, потому что вот как пример могу рассказать про тоже использование экстремистского законодательства в России. У них, например, есть экстремистские организации, пока если у нас только этим пугают, это уже много лет у них практикуется, и, например, экстремистской организацией в России считаются свидетели Иеговы. В Беларуси свидетели Иеговы зарегистрированы, могут легально действовать, им никто не запрещает. А в России их преследуют, в том числе в формате уголовных дел. И у нас недавно был один кейс, когда там один человек с Россией ехал в Беларусь, его остановил гаишник, пробил просто по базе, и оказывается, что он был в розыске. У нас же общая сейчас база розыска России и Беларусь уже несколько лет. Он про это даже не знал. Он когда-то там взглядел одно сообщество среди деятелей Иеговых в России, потом переехал в другой регион, и даже вот не знал, что в отношении его есть какое-то уголовное дело. Понятно, что наши сотрудники его задержали. Он провел какое-то время в СИЗО, там несколько месяцев. Но он подался на международную защиту здесь. И в целом, как бы, Беларусь согласила, что нет, за это его выдавать не стоит. И хотя бы отказался от выдачи. Для нас это был уже большой прогресс. И, ну, то есть, получается, что если, например, мы войдем в ШОС, то автоматически, если деятелей Иеговых везде признают, то они будут преследоваться, в том числе и в Беларуси. Это как такая иллюстрация того, что нам может угрожать. Что, конечно, не хотелось бы. Хотелось бы более такого здравомыслящего подхода, потому что это законодательство экстремистское. Можно наобранить не только свободу выражения мнения, но и там, видимо, и про свободу ассоциаций, свободу совести. Ну и еще, если говорить на белорусские тенденции, то во многом это может быть даже и про свободу собраний. Но чуть позже тоже про это скажу. Ну вот как пример, после ШОСа, вот в Украине вообще нету антиэкстремистского законодательства. Там нету такого термина. И, в принципе, они как-то живут. То есть у них сильно проблем с этим нет. То есть, как показывает даже практика наших пространств, в принципе, без такого профильного законодательства можно обойтись. Там и моя личная мечта про то, что профильного закона у нас тоже не было, потому что пока, по моим ощущениям, он только вредит. Но это, в общем-то, про такие, наверное, общие тенденции, то, что мне хотелось рассказать. Ну и хотела уже перейти про то, что такое экстремизм у нас. Ну, во-первых, начну с того, что это очень большое широкое пределение, которое очень сильно критикуют. Критикуют и белорусские национальные правозащитные организации международные. Там очень широкие полномочия государственных органов. Там есть информационные статьи. Информационные статьи – это все статьи, связанные с тем, когда государственным органам дают дополнительный статус и защиту. Например, оскорбление президента или оскорбление служебного лица. Оскорбление судьи. Это все называет информационные статьи. Это все сильно критикуется на международном уровне и считается, что уголовное преследование за это быть не должно, что к ним должны относиться так же, как к обычным людям. Ну, еще в нашем законодательстве очень сложные процедуры. Что имеется в виду? Очень в целом, ну, лично мне было очень сложно разобраться долгое время вообще, как выразить экстремистские материалы, по какой процедуре они признаются. Это все очень непрозрачно, очень сложно. Вы даже список экстремистских материалов, вам будет тяжело найти на сайте Министерства информации. То есть я обычно просто в гугле каждый раз пишу, здесь в гуганский список экстремистских материалов, и тогда вот по прямой посылке уже перехожу. Потому что если вы залезете на сайт Мининформации, там найти этот раздел документы, найти это в разделе документов, то есть это не очень удобно. Там, ну, как бы даже на сайте КГБ список террористов и то проще найти, потому что там слева есть раздел антитрористическая деятельность, в него заходите, и там уже хотя бы есть перечисление, быстро этот список. Но в целом, как бы сама процедура непрозрачно непонятная. Мы пробовали как-то узнать, кто вообще входит в экспертные комиссии. Она есть республиканская, есть по областям, и республиканский список мы еще нашли, а областные нам, например, прислали общую информацию только сколько там людей, и абсолютно не объяснили, кто это люди, не дали их фамилии, то есть какая-то страшная-страшная тайна, которую, видимо, никому не стоит знать. Хотя, как бы, эти люди принимают решение, ну, не решение, а точнее их задача просто высказать мнение, есть в этом материале ставы экстремизм или нету. Ну, и при этом мы спрашивали у них, есть у них какие-то методички вообще, чем они руководствуются, когда рассматривают что-то про признание экстремистскими материалами. Они нам ответили, что у них никаких отдельных методичек нету, они исходят из своего опыта, но вообще часть из них приходит обучению в России. Ну, то есть, понятно, какие тенденции после этого нам можно ожидать. Ну, вот, наверное, перед тем, как перейти к статистике, я все-таки хотела бы вам показать наш прекрасный закон о противодействии экстремизма. Тут в комментариях просили объяснить в двух словах, что такое экстремизм. Так вот, почему нельзя объяснить в двух словах, что такое экстремизм? Надеюсь, что сейчас видно мой экран и видно закон о противодействии экстремизма. Он, кстати, в отличие от многих НПА в свободном доступе. И что такое экстремизм? То есть, видите, статья 1, и вот оно очень большое, много терминов включает. На самом деле, тут сейчас 13 пунктов, 14 пунктов, а хотят сделать еще плюс 4 пункта, расширить, что же такое экстремизм. Плюс в новой редакции закона, вот тут, например, говорится, что это деятельность граждан, иностранных граждан, без гражданства, прежде партии общественных объединений, религиозных и иных организаций, по тому-то. Вот в новой редакции закона, которую они предлагали, вслитой было, они сюда еще добавили профсоюзы, экстремистские формирования, индивидуальных предпринимателей и международные организации. То есть, они вообще еще больше расширили этот список, долго думали, кто еще может заниматься экстремизмом, и решили добавить просто всех на всякий случай, потому что все так либо иначе могут стать экстремистами, не экстремистами. Так вот, и оно идет, перечисляет, что это деятельность по планированию, организации, подготовке и совершении действий, направленных на, и большой-большой список. Как бы, что надо понимать про этот список? В этом списке очень разные проявления, то есть, если вам готовы заморочиться, можете прочитать все эти пункты, но основное, что надо знать, здесь очень широкие формировки. Например, тут есть тот же терроризм, про который точно нет четко в законодательстве на международном уровне, и про который есть отдельный закон в Беларуси, но терроризм есть и здесь. С одной стороны, с другой стороны, тут есть распространение экстремистских материалов, за которые только у нас предусмотрена административная ответственность. То есть, по уровню туристический акт и распространение экстремистских материалов, за которые можно получить до какого-то количества суток, оно вот все рядом в одном месте, и того и того человека условно зовут экстремиста. То есть очевидно, это такая очень сильная идеологическая, накручивающая, запугивающая штука, чтобы всех обзывать. И тут вот сейчас есть разжигание разноценной революции вражды или розни, то вот про то, что я пресс-фото вспоминала, когда говорила, что это были про экстремистские материалы, а это связано именно с разжиганием вражды или розни, то, за что судили в рамках уголовного дела Эдуардопальч, за ревненцев, и вообще вот этот, если пункт посмотреть, почти ко всем этим пунктам есть предусмотрена либо уголовная, либо административная ответственность. То есть вот у меня есть ссылка под конец к большому вебинару, такому же более юридическому, занудному, и там вот каждый этот пункт я разбирала, описывала, где регулируется, где за это есть ответственность. С того, что как бы могло бы использоваться, не использоваться, вот здесь массовые беспорядки, которые использовали в 2010 году, и сейчас опять они используют, они как бы включены, и вот не так реабилитацию нацизма два или полтора года назад, то есть они по чуть-чуть что-то сюда добавляли, но в целом как бы вот такой список, то есть он и захват интервью власти, и террористическая деятельность, и вооруженного формирования. Кстати, вооруженное формирование, много статей в уголовный кодекс добавили после событий в Украине и в Сирии, когда людей преследуют за участие там в военном конфликте достаточно много, мы каждый год запрашиваем статистику, в принципе там по несколько человек каждый год привлекаются, и все еще по данным статьям тоже. Ну вот, есть наши экстремистские материалы. То есть в целом просто, в общем, надо понимать только то, что экстремизм уже большой список, и он может быть еще больше, то есть раньше меньше про него говорили, потому что, в принципе, все эти статьи достаточно мало использовали. Вот как раз в моей презентации немножко про статистику затронуть, про то, что каждый год около 200 дел областных вооружениях это вот две статьи в старом версии кодекса до 1 марта, которая действовала, это была статья 17.10, сейчас новая 19.10, это про распространение нацистской символики, и статья 17.11, или сейчас 19.11, это про распространение экстремистских материалов. Тоже по процедуру немножко быстренько попробую схематически рассказать, она достаточно сложная, и не так просто в ней разобраться. И достаточно, то есть это большое количество дел, я считаю, около 200, и проблема в том, что мы публично, мы мониторим регулярно все, что появляется в СМИ, сами консультируем, мы знаем, вот там я лично за прошлый год, может, знаю про 20 дел, а их в 10 раз больше, то есть большинство людей просто не говорят про них, не озвучивают, и мы не можем отследить, потому что нет в публичном доступе расписания судов первой инстанции, то есть есть расписание судов Минско-городского суда, областных судов, Верховного суда, а вот именно первой инстанции, которая рассматривает, этих расписаний даже нету, а сами люди часто считают, что ну все окей, потому что чаще всего людей судят за то, что они запостили какой-то ролик, часто даже 10-12 лет назад, или репостнули какой-то ролик, и он на самом деле мог быть не нацистского контента, он мог быть энергетический, каких-то контентов, это может быть даже ссылка на почти любой анархический сайт, потому что почти все они в республиканском списке экстремистских материалов, то есть это за такие достаточно несложные дела, сейчас вот там могут судить за тот же фильм «Некты», за канал «Некты», потому что он внесен в список, если вы кому-то перешлете, например, любой пост «Некты», и про это станет известно милиция, то вот по части 2, статье 17-11, раньше бы и сейчас по 19-11, вас могли бы судить. Дальше вот было про около 10 уголов дел зараживания «Вражды или розни», это статья 130 уголовного кодекса, и тоже вот тут была большая проблема, потому что из тех дел, которые мы наблюдали, то есть мы за прошлый год понаблюдали, мне кажется, 4 или 5 дел, потому что остальные, то есть мы не смогли на них попасть, часть из них дел была закрыта в режиме, проходила, но с ними проще, потому что их рассматривают только Минский городской или областные суды, соответственно, есть расписание дел в личном доступе, мы могли хотя бы узнавать, что такие дела идут, так вот, в основном эти дела тоже за 1, 2, 3 видео в своих соцсетях, и иногда непонятно, где разница, почему за эти публикации заводят тут уголовные дела, а в других похожих случаях административных, слабых административных правонарушениях абсолютно непонятно, мы каждый год просим Верховный суд рассмотреть вопрос, принять постановление пленума, который бы разграничивал все-таки эти дела, но каждый год Верховный суд отвечает нам, что они не видят в этом потребности, поэтому, к сожалению, до конца непонятно, сейчас статья 130-е будет более ходовая, уже почти на максимум 4,5 года из 5 осудили блогера Павла Спирина, мы делали мониторинг этого судебного дела, он тоже есть у нас на сайте, и мы знаем, что сейчас у Сергея Тихановского эта статья, многим блогерам ее добавляют, у правозащитницы Марии Рабковой тоже сейчас эта статья, то есть сейчас, когда начнутся суды, мы сможем более детально ознакомиться с этой практикой, да, я вижу вопросы ЗНАИС, новая редакция закона либо международная организация может считаться автором экстремистской деятельности Республики Беларусь, ну да, чуть позже про это расскажу, на самом деле международные организации сейчас становятся теми, кого могут признать экстремистами, в том числе, их деятельность могут запретить в Беларуси, если она зарегистрирована, то Генеральная прокуратура или прокурору Минска или областей могут подать такой иск Верховный суд, Верховный суд может признать экстремистским экстремизмом эту организацию, запретить ее деятельность на территории Беларуси и более того, там в том проекте закона, который был в публичном доступе, они еще предлагали рассматривать вопрос о конфискации всего имущества, которое находят на территории Беларуси, то есть по сути, действительно, они могут назвать экстремист и сказать, что они занимаются экстремистской деятельностью, внести вот этот список, который они готовят, про списки тоже чуть позже скажу, и это станет тоже возможно. То есть, если в России пошли по пути нежелательных организаций иностранных агентов, то в Беларуси решили не заморачиваться и пойти по списку экстремистских организаций. Мне кажется, что это будет по сути немножко похожее по процедуре, к сожалению. Вот. Надеюсь, что я с большего хотя бы ответила. Я чуть позже еще про эти изменения скажу. С 2020 года, почему мы, опять же, больше говорим про экстремизм? Потому что почти все политически мотивированные дела происходят после выборов 9 августа. Это очень много, большая часть по массовой беспорядке. Про захват власти, 361 статья, есть несколько дел по террористическим актам, есть несколько дел. Причем интересно, что, например, за поджигание машин милицейских против кого-то возбуждают дела за хулиганство, а против Николаев Туховича какого-нибудь или группы четырех анархистов в заводе сделала патриотических актов, которым угрожает до смертной казни. И что меня удивило, по статистике на сайте правительственного центра «Весна» больше всего уголовных дел как раз за оскорбление должностных лиц. То есть за вот эти самые деформационные статьи, то есть люди просто где-то в чатах, в пабликах высказывали мнение свое про должностных лиц, и за это массово очень много заводят уголовных дел, и таких дел даже больше, чем известно про массовых беспорядков. И поэтому очень жаль, что так происходит. Значит, и дальше. Ой, не пропустила. Вот, как раз про новые изменения. Что хотят еще назвать экстремизмом? У нас на сайте мы анализировали ту версию предложения по изменению, которая была слита. То есть сейчас генпрокуратура немножко, очевидно, доработала эту версию, но только в парочке мест, потому что было смешно, что Совет Безопасности раскритиковал предложение по изменению только в том месте, что главную роль по антиэкстремизмской деятельности хотели отдать Комитету Государственной Безопасности. Только это мне понравилось, и поэтому сейчас новая редакция, эти роли все-таки сбалансировали, чтобы МВД тоже было достаточно много возможностей. Я думаю, что только в этом будут какие-то принципиальные ограничения. То есть вот тут по ссылке можно будет ознакомиться. Я потом в конце выступления скину ссылку на всю эту презентацию, вы сможете ее просматривать, переходить по ссылкам и смотреть более внимательно. Но вот у нас на сайте есть вот этот анализ на двух языках, по-русски и по-английски, в чем именно изменение антиэкстремистского законодательства. Самое важное, вот кроме того, что акторов добавляют, есть несколько вещей, которые вы тут вынесла на слайд. То есть еще добавляют четыре пункта, что будут называть экстремизмом, содействие экстремистской деятельности. Ну, к сожалению, такое очень широкая формировка, все что угодно. Грубо говоря, если я нахожу кому-то адвоката, советую, то я уже содействую. Ну вот, то есть под это или обучение. Если я вам сейчас рассказываю, что такое экстремизм, может быть, это тоже формально будет подходить. Вот это тоже предлагают называть как бы частью экстремизма. Следующее, это про оскорбение или дискретацию органов государственной власти и управления представителя власти расширить. То есть раньше в списке была только дискретация, ну, там, чуть в другом контексте, а сейчас они именно в такой фронтовке хотят добавить. Дискретация самой Республики Беларусь за это тоже есть ответственность в уголовном кодексе. Ее очень мало использовали, но вот мы много лет в правозащитном сообществе ждем, что за наши доклады, за сообщения международной инстанцией на нас начнут звать уголовные дела именно по этой части. Ну, возможно, как бы, тоже сейчас назовут экстремизмом, и мы к этому придем. Не хочется никому подсказывать, но мы готовимся ко всякому, и нарушение порядка организации проведения массовых мероприятий. Это самый неприятный пункт был лично для меня во всем этом проекте изменения. Это то, что вот меньше всего бы хотелось, потому что это связано с тем, что любой сейчас выход на несанкционированное массовое мероприятие будет считаться экстремизмом. Такого нету даже в России. То есть фактически государство решило все инакомыслие назвать экстремизмом, и все люди, которые выходят на дворовые марши, там, все что угодно. Плюс следующий пункт, они добавили термин экстремистского формирования. Это любая неформальная группа граждан, и я как раз в своем комментарии говорила, что это могут быть те же дворовые чатики, и вслед за этим стали так называть уже наши государственные органы, Следственный комитет, МВД, три службы тоже стали так говорить, что все эти вот неформальные группы, это уже экстремистские формирования. Вообще меня очень сильно беспокоит, что изменения в законодательстве еще не приняты, а государственные органы ведут себя уже так и работают так, как будто бы они уже на практике есть. Там была информация про то, что слили список 30 тысяч людей, которые привлекали к административной ответственности за участие в акциях уже там в миграционную службу или еще куда-то. То есть очевидно, они не сильно ориентируются на закон, они действуют по своей какой-то логике, им уже сейчас все можно, еще больше, чем раньше, и, соответственно, эти изменения просто формально закрепляют их полномочия. И это очень грустно. Единственное, что можно делать сейчас, про это говорить как можно громче. Очень надеюсь, что международная реакция будет на этот счет. Во всяком случае, мы максимально информируем. Так вот, экстремистские формирования в законе предусмотрены, причем если зарегистрированы организации, в том числе международные представительства международных организаций, международных организаций в Беларуси, их, чтобы признать экстремистскими, решение будет принимать Верховный суд, то экстремистские формирования в той редакции проекта, который я видела, предлагалось, чтобы это делал Комитет государственной безопасности. С комментарием Генеральной прокуратуры, я так понимаю, что такие полномочия хотят дать еще Министерству внутренних дел. То есть любой добровой чатик может признать экстремистским формированием просто по решению КГБ или по решению заместителя министра внутренних дел Николая Корпенкова, например, условно говоря. То есть они могут принимать такие решения формальные, там можно будет обжаловать через суд, но процедура, опять же, в том проекте, который я видела, не была предусмотрена. А в общем порядке суды очень не любят такие дела. Ну и понятно, что на белорусские суды сильно надеяться тяжело. Плюс там есть термин про экстремистскую символику добавили, тоже это всех испугало, все сразу представили, что это будет национальная символика. Посмотрим, как это будет развиваться. Ну и плюс там ввели термин неонацизм, тоже для меня было достаточно необычно и оригинально. В общем-то это, наверное, самое важное изменение, там есть очень много еще ограничений. Вот, про списки, да. Я хотела вам сказать про списки и про дополнительные ограничения. Значит, про, если мы говорим про антиэкстремистское законодательство, там есть три вида списков, которые надо хорошо знать. Я сейчас быстренько про них расскажу и передам уже слово дальше. Так вот, первый список террористов. Он всегда был, его всегда ввели на сайте Комитета государственной безопасности, там всегда были те люди, которых условно террористами назвали резолюциями ООН, там разными органами, которые проходили именно через такие каналы. С недавних пор, с ноября прошлого года, если я не ошибаюсь, впервые в этом списке появляются граждане Беларуси, причем появляются люди, которые имели отношение к террористам канала НЕХТА. Это как раз разговор про Партизевич и Путилу, то есть они стали первыми белорусами, которыми попали в этот список. И потом список еще пополнился Николай Мактуховичем и всех задержан по его делу, полезским партизанам Игоря Лениевича и другими. И что мне очень нравится в этой тенденции белорусской именно в том, что по процедуре, по постановлению Совета Министров КГБ может вносить людей в этот список еще до решения суда. То есть достаточно просто вынести человеку обвинение в терроризме, в террористическом акте, и это уже основание, чтобы человека внести в этот состав. То есть эта норма очень сильно нарушает презумпцию невиновности, то есть человека даже еще не судили, он же в список террористов, и на нем клеймо террористы, и его очень сильно ограничивают, например, в переписке, еще в ряде прав. Понятно, что это очень серьезное ограничение. Мы сейчас готовим обращение в Конституционный суд на этот счет. То есть понятно, мне кажется, что так быть не должно. Следующий список экстремистов — это только то, что планируют делать. Туда уже по тому проекту, который я видела, они хотели вносить уже по решению судов, ну не по решению судов, когда против человека уже есть судебное решение, которое вступило в силу, например, по массовым беспорядкам, человек уже обжаловал, оно в силу вступило, и тогда только человек вносит в этот список, и очень неприятно в том, что на человека с этого списка накладывается очень много ограничений. То есть человек, например, отбывает лишение свободы, выходит на свободу, еще пять лет не может заниматься преподавательской, там, исследовательской другой деятельностью, и плюс там ограничения по, там, что валю, не могут, там, большие суммы денежной операции, там, на более чем 2000 базовых делать, и еще ряд таких вот неприятных ограничений. То есть реально человеку ставят клеймо. Сейчас мы знаем, что часть людей, которые попадают в колонии, и они имели отношение к каким-то неформальным группам, там, анархическим, околофутбольным любым, им дают автоматический статус экстремистов, и там на них ограничивают их права сильно уже из-за этого. Сейчас, как бы, еще это клеймо будет продолжаться, и после того, как люди будут освобождаться. Ну и третий пункт — это республиканский список экстремистских материалов. Здесь я советую все-таки с ним ознакомиться. Если вы делаете какие-то публикации, там есть очень иностранные вещи, например, там я вот сегодня нашла, там есть брошь серого цвета, то есть если вы носите брошь серого цвета, обратите внимание, она тоже есть в списке экстремистских материалов. Там есть портрет Адольфа Гитлера, есть общие исторические книжки про просто биографию Гитлера, то есть лучше все-таки почитать, посмотреть, что есть в этом списке. Там есть очень разные вещи, и отдельные ссылки на ролики на Ютубе, и отдельные целые страницы ВКонтакте, и телеграм-каналы, и сайты, и отдельные рисунки, то есть достаточно много вещей, которые просто пролистают, там уже достаточно много всего, но тем не менее для общего развития очень сильно советую с ним ознакомиться. Вот, и в качестве такого заключительной вещи хотели бы рассказать, что Финоконстанта совместно с международной организацией «Артикль-19», которая профильно занимается правом на свободу выражения мнения, подготовили тематический доклад про экстремизм, который называется «Беларусь. Право на свободу выражения мнения. Ограничение на экстремизм». Вы сегодня первые, кто видите, как он выглядит, и вообще про это. Версия этого доклада в ноябре 2020 года, к сожалению, все после ноября стало гораздо хуже, но все равно было важно зафиксировать даже то, что происходит, и совсем такой небольшой обзор, про что написано в этом докладе. Я сейчас передам слово Иоанне Шаманевской, «Артикль-19», и она немножко расскажет про это. Но здесь на слайде несколько ссылок дополнительных по этой теме. Иоанна, я уже вижу, да, камеру, микрофон. Передаю тебе слово. Спасибо большое. Добрый вечер всем. Я буквально только несколько слов скажу про этот доклад, потому что ты уже прекрасно вот все тут рассказала, и какие есть, как выглядит ситуация в Беларуси тоже в этом законодательном плане. Наш доклад, так как ты сказала, к сожалению, уже на данный момент не охватывает всего того, что белорусские власти планируют ввести. Но, тем не менее, доклад рассматривает вот эти различные белорусские законодательные акты, которые касаются экстремизма и языка вражды. И наш доклад как бы приходит к тому, что законодательство в Беларуси не соответствует международным стандартам свободы выражения мнений. Но это как бы ожидаемый итог работы над докладом, к сожалению. И мы в ним отмечаем, что в белорусском законодательстве используются расплывчатые и неопределенные термины для определения запрещенных высказываний. И это законодательство включает в себя именно то, направленное на борьбу с экстремизмом. И запрет на язык вражды, то есть подстрекательство к ненависти и насилию. И тоже подчеркивается, что законодательство в Беларуси по экстремизму часто применяется слишком широко, что позволяет властям злоупотреблять ими. И это становится таким образом инструментом государственного контроля и цензуры. Поэтому у нас обложка этого доклада вот именно такая вот, которая намекает в том числе на саму цензуру. Потому что, конечно, человек начинает больше следить за тем, что пишет, что говорит, какие символы использует, если вот настолько широкое законодательство в его стране. Это, конечно, приводит к злоупотреблениям. И я думаю, что последние тоже события последние месяцы это очень хорошо показали, потому что, может, еще вот когда мы начинали вот с вами работать на эту тему еще там два года назад, то не все было настолько вот еще серьезно. И плохо этих дел как бы было намного меньше, если даже сравнить с той же Россией, где мы тоже такой анализ законодательства и его применения проводили. Но сейчас кажется, что можем ожидать, что этих дел по статьям экстремистским будет в Беларуси все больше и больше. И не для того, чтобы действительно вот какие-то высказывания или действия опасные, чтобы это не будет против таких действий высказываний, а против вот просто законным высказываниям, законным выражениям своего мнения, который соответствует международным стандартам по правам человека. Так что, но тем не менее, мы в этом докладе, если вам будет интересно, там идет описание вот этих всех текущих нынешних законов, описывается тоже практика, некоторые кейсы, которые были за последнее время, в последние годы. И мы тоже предлагаем там все-таки рекомендации, в том числе белорусским властям, как мы думаем, каким образом, какие меры должны быть приняты, в том числе пишем там, вот это одно из наших заключений, что антиэкстремистские законы в их нынешнем виде должны быть отменены. Но однако отмечаем, что как минимум все формы выражения мнений, которые не представляют собой прямого подстрекательства к насилию, должны быть исключены из сферы действия законов об антиэкстремизме и соответственной сферы применения этих антиэкстремистских мер, таких как списки запрещенных экстремистских материалов, запреты на экстремистские организации и любые другие санкции в отношении лиц и организаций за распространение или содействие распространению экстремистского контента. Очень интересно вот то, что Наста тоже говорил про эти списки вот этих экстремистских материалов. Меня вот особенно, когда мы готовили вот этот доклад, удивило вот это то, что ты уже упомянула, эту книгу про Гитлера, очень на самом деле известную в Европе и мне всегда было интересно, что там именно в этой книге вызвало вот такую реакцию. Так что много чего интересного в этих списках, к сожалению, можно найти. Так что я думаю, вот это вкратце все и можем, думаю, поделиться тут ссылкой на этот отчет. И если будете заинтересованы, то, пожалуйста, можно немножко больше пройти законы и практику почитать. Спасибо. Да, спасибо большое тебе. Я тут прямо в чат скидываю ссылку даже на свою презентацию. Тоже можешь поделиться ссылкой на сам доклад. Она есть и презентация, но в целом. Спасибо за комментарии. Я, наверное, только еще быстренько прокомментирую. Я обещала немножко рассказать про то, как появляются в списках. Попробую совсем быстро, схематично. Забыла про это сказать. Про то, что любой госорган, загрязненные организации и даже индивидуальные предприниматели, если они что-то увидят, что им покажется экстремистским, могут обратиться в экспертную комиссию. Они напряжение 30 дней должны рассмотреть. И после этого передают профильный орган, например, в милицию. Те формируют дело, отправляют в суд. И суд рассматривает это заключение, принимает решение, признавать их экстремистским или нет. И мы сильно критиковали процедуру за то, что при этом ни тех людей, которые публикуют эти ссылки, ни авторов каких-то документов, в принципе, в суды не приглашают. И поскольку это рассматривают суды первой инстанции, опять же, нету публичного судебного расписания, мы про это все узнаем постфактум. И потом невозможно никак обжаловать. Например, мы знаем, что один политисключенный Николай Дедок пробовал в свое время обжаловать включение ряда материалов, как раз включение в этот список. Но, кроме того, вот сейчас идет свежее дело про признание книжки «Белорусский Донбасс» экстремистской. И я знаю, что уже подготовлено ходатайство про то, чтобы один с авторов смог участвовать хотя бы в процессе как заинтересованное лицо. Посмотрим, как на это отреагирует суд. Потому что, соответственно, иначе нету возможности не высказать свое мнение, не попробовать предоставить интернативную экспертизу, которая тоже, к сожалению, нашими судами не воспринимается. Но хотя бы как-то себя защитить, потому что последствия признания материалов экстремистских достаточно большие. То есть и за хранение ответственности, за перевозку, за распространение. То есть в целом все должны про это знать. А даже Министерство информации широко не распространяет про то, что туда включается. Ну вот за исключением, когда вот признавали канал «Нехто», например, или каких-то таких отдельных вещей. Ну или была история как с тем же Павлом Спирином, когда его фильм признали экстремистским, а его привлекли к уголовной ответственности только через год, даже больше, через полтора года. То есть понятно, что это очень выборочный подход, который чрезмерно гриночивает и свободу отображения мнения. И в целом похоже больше на репрессивный механизм, которого не должно быть в правовом государстве. Ну это, наверное, главные базовые вопросы. Я не знаю, вдруг у кого-то есть еще вопросы, уточнения, что-то хотели бы спросить по процедурных, законодательных вопросах. Может быть, что-то было не до конца понятно. Потому что по этой теме, правда, можно очень много рассказывать про отдельные аспекты, где как судят, как признают. Потому что много наблюдаем и за делами в институтных правонарушениях, и по уголовным делам, за разжигание вражды или розни. Там везде есть своя специфика, плюс вот это и соответствие закона и его практики. Ну вот базовые вещи какие-то совсем кратко я попробовала рассказать. Но если вдруг будет вот что-то дополнительное, я сейчас еще раз расшарю вам, покажу последние слайды презентации. То есть вот тут есть ссылка на сам доклад, наш совместный с Арктиком 2015. Плюс дополнительно мы раз в два-три месяца делаем обзор ситуации именно использования антиэкстремистского законодательства. Последний был с ноября-декабря прошлого года. Сейчас будет в начале апреля обзор за первые три месяца. И там, конечно, будет очень много информации того, что произошло. У нас есть запись вебинара антиэкстремистского законодательства Беларуси теории практика с участием практикующих адвокаток. Это большая запись на полтора часа. Но если перейти по ссылке на YouTube этого вебинара, то там есть очень много дополнительных материалов на те же рыбацкие планы и каменские принципы, на все это, там и ссылки, кому интересно, можете ознакомиться. Ну и в целом, это да, последний слайд. Спасибо за внимание. И наш мейл, если кому-то нужна будет консультация по таким вопросам или будут кейсы, по которым нужна помощь, то мы рады будем.